Ну а следующая информация опять же для тех, кто собирается в отпуск. Наша коллега-корреспондент Александра Сосновская рекомендует. Если вы путешествуете самолетом, сумку берите с собой небольшую, подходящую для ручной клади. И драгоценности все-таки оставляйте дома. Невыдуманные истории о пропаже багажа в следующем сюжете. Собирая вещи в Лондон, Алена не думала, что может лишиться своего добра. Летела через Москву и по прибытию в аэропорт назначения свой чемодан не обнаружила. Невероятно, все получили, а я нет. Ну паника, просто паника начала. Три дня, скажем, без зубной щетки, без теплой кофточки, без зонтика. Это просто катастрофа. В подобные ситуации ежемесячно попадает порядка ста пассажиров Рощина. Это немного, если учесть, что за год здесь обслуживают больше миллиона человек. Уследить за каждой сумкой нереально. По причине того, что аэропорты не вовремя. То есть багаж остался в аэропорту, они не успели загрузить багаж. Или куда-то, может, упал между транспортерной лентой. Поэтому причины две. Чаще всего застревают вещи именно на трансферных рейсах. Слишком мало времени на перегрузку из одного самолета в другой. Поэтому, если не обнаружили свою сумку, придется составить акт о неполучении. Указать все, что в ней лежало. Искать будут три недели. Но, как правило, такой багаж догоняет своего хозяина в течение пары суток. Была как опись содержимого. Там были личные вещи и были деньги. Багаж пришел. Я ее прочитала. Говорю, мужчина, вы везете 50 тысяч. Он говорит, девушка, там 5 миллионов. 400, он с чем-то, 487 тысяч. И мы оба сели. Так, я говорю, ну, больше не возите. И таких историй масса. Девушки, к примеру, любительницы возить с собой драгоценности. В случае потери чемодана установить стоимость украшения очень сложно. А заплатят за него, мягко говоря, небольшую сумму. Если 21 день прошел, выплачивается компенсация. Если они написали заявление претензионное, согласно Варшавской конвенции, в международных воздушных линиях 20 долларов США за недостачу по весу багажа. Во внутренних авиалиниях 600 рублей за килограмм. Ну, а если не устраивает такой расклад, дорога из аэропорта в суд. Доказать ценность багажа помогут чеки. И хорошо, если есть свидетели, которые смогут подтвердить, на какую сумму вы упаковались для путешествия. Летом в список пропаж чаще попадают детские коляски. Вот и на рейсе из Москвы так случилось. Я сама лично положила туда с грузчиком. Просто где-то завалялась. Немного ожидания и груз нашелся. Такой же финал был и в истории Алены. Через неделю она вновь улетает в Лондон. Надеется, что эта поездка обойдется без приключений. Александра Сосновская, Дмитрий Ларичев, Сибинформбюро.